В нижнем городе трудовой доблести Тагиле в шестом часу вечера уже в предзакатных сумерках, буквально за несколько минут до захода солнца, на перекрестке Орджоникидзе Академика Патона 39-летняя дама на Тойоте Ярис снесла на зебре пятилетнюю девочку, которая с папкой за ручку возвращалась из детского садика домой. Декорация такая. Автопилотка со стажем руления 5 лет катилась на эпошке по Академика Патона со стороны Окунева к Орджоникидзе. На перекрестке с последней рулевая Яриса, как положено при выезде с маленькой улочки на главную, пропустила автопоток в ортогональном направлении и пешеходов на зебре и стала поворачивать налево. А в это самое время по улице Академика Патона в сторону сквера имени Серго Орджоникидзе шли папка с пятилетней малыхой за ручку. Они зашагнули на зебру и полагали, что на перекрестке без светофора они на зебре имеют приоритет и понадеялись, что дама на Тойоте их пропустит. Но случилось страшное. По словам Яриса Водки, она не увидела на зебре не только маленькую девочку, но и ее значительно более крупного папку. Напомню, были предзакатные сумерки, то есть еще не хромешная тьма. Дама была трезва. Как она угораздилась не рассмотреть двух пешеходов прямо перед собой – загадка. В итоге Тойота проскочила мимо отца и налетела на пятилетнюю малыху, шедшую чуть правее папки. Девочка выжила, ибо скорость япошки при повороте была невысокой, но пострадала головой. В результате ДТП пострадавшая ребенок получила травму, закрытая черепно-мозговая травма, была доставлена в больницу и ей оказана помощь. На месте дорожного транспортного происшествия с сотрудниками установлено обстоятельство, произведено свидетельство водителя, водитель призва. В лечебнице девочки помимо закрытой ЧМТ надиагностировали еще и сотрясение мозга. И все это прилетело ей вообще на ровном месте, на зебре, за ручку с папкой. Ну то есть вообще не осталось безопасных мест для детей. Тут можно было бы порассуждать о поведении отца. Дескать, он инстинктивно должен был не сам отскакивать назад, а дергать ребенка назад. Но все произошло настолько внезапно, что, наверное, вопросов к отцу нет. Неизвестно, как другие папки повели бы себя в этой внезапной ситуации. Про виновницу замеса известно, что за пять лет стажа она два раза попадалась гаишникам на нарушениях ПДД. В этот раз ей нарисовали административку по 12.18 КОАП за непредоставление пешеходам преимущества в движении. В пиковом случае штраф до 2500 рублей. Хотелось бы обратиться к водителям, напомнить о том, что, доезжая пешеходный переход, необходимо убедиться в отсутствии на нем пешеходов и только после этого начинать проезд пешеходного перехода. В районе расположения пешеходных переходов быть особенно внимательным и аккуратным.